Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысин. Инфопресс В политике, как и на войне, главное не переоценить свои силы и возможности. И как пишет газета-репортер, вдохновленная своим успехом в Кировской области, в марте этого года кировские коммунисты заявили, что готовы превзойти тот свой результат и набрать на декабрьских около 30% голосов избирателей. Более того, в КПРФ уверены, что посредством всех цифр им вполне удастся одолеть Единую Россию. Однако, как мы все помним, прогнозы – дело неблагодарное, особенно если это касается выборов. С другой стороны, в нашей стране в последние годы, чтобы предугадать положение дел, политическим синоптикам быть вовсе не обязательно. Инфопресс А вот у Единой России, в свою очередь, планы более амбициозные. Как пишет газета «Наш город Кирово-Чепецк», администрация президента требует от чиновников обеспечить партии на выборах 65% голосов. При том, что это отнюдь не ультиматум, ибо в администрации все регионы еще летом поделили на три условные категории. Для слабых поставлена планка минимум 50%, для средних 55-60%, ну а для сильных как раз вышеобозначенная идеальная, так сказать, цифра. И вспоминая, с каким результатом Единая Россия финишировала в марте в Кировской области, думается, кировчанам придется очень сильно постараться в декабре, чтобы не расстраивать федеральные власти, а те, чтобы, в свою очередь, не срывались на местных. Инфопресс Так или иначе, в России преобладающее количество населения при слове «пирамида» скорее вспомнит МММ, чем египетские гробницы. В последнем номере газеты «Бизнес-новости» удалось пообщаться с организатором финансовой структуры Сергеем Мавроди, который откровенно не понимает, почему сие воспринимается как зло, которое надо искоренять. И думается, с легкой долей ностальгии вспоминает, как хотел купить всю страну и поделить ее между вкладчиками МММ, которыми бы в тому времени были все граждане. Но тогда ему помешали власти, а теперь, надеемся, здравый смысл. Инфопресс За последние пару десятилетий люди в России очень поднаторили в способности отличить свое от чужого. Поэтому, во избежание частой перемены сего статуса в отношении собственности, манипуляции с ней проводятся крайне осторожно и вдумчиво. Так, в вопросе в блоге губернатора о том, готовы ли кировчане вкладывать собственные средства в капитальный ремонт своего многоквартирного дома, большинство все-таки сомневаются, что их кровные будут потрачены адресно. А ведь тут поднимается вопрос даже не своего и чужого, а общего и целого. Однако пока в России эти понятия связаны чересчур слабо. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс